Сегодня я хочу вам рассказать о проекте, который, на мой взгляд, сумеет дать сильный толчок к текущей ситуации с блокчейном и решить хотя бы часть проблем, которые по-прежнему мешают его массовому внедрению. Речь идет о проекте V-Chain. Вы, возможно, о нем уже слышали, так как данный проект является довольно немолодым и его майнед работает уже два года. В данный момент в сети имеется более 100 активных нот и несколько успешно работающих децентрализованных приложений, как от самих создателей V-Chain Tor, так и от других разработчиков. К тому же их основная внутренняя криптовалюта занимает на данный момент 29 место в рейтинге агрегатора CoinMarketCap, а также торгуется на множестве криптобирж, включая Binance, что уже говорит о многом. В чем же заключается суть данного проекта и почему именно о нем я захотел вам рассказать? V-Chain, как мне показалось, представляет собой корпоративный блокчейн, который рассчитан именно на широкое применение в бизнесе, предприятиях и так далее. Это видно по предоставляемым сервисам, возможностям самого блокчейна и позиции руководства проекта, которое старается всячески поддерживать сторонних разработчиков и привлекать к партнерству компании, выплачивая гранты и всячески помогая интегрировать блокчейн разработки от V-Chain в производство. Но давайте обо всем поподробнее. Распределенный реестр данных от компании V-Chain называется V-Chain Tor. Он представляет собой публичный блокчейн, то есть его исходный код находится в открытом доступе. И каждый желающий может перейти в репозиторий GitHub и ознакомиться с полной версией кода блокчейн V-Chain Tor и убедиться, что в нем нет никаких бэкдоров, уязвимостей и так далее. Также это означает, что сторонние разработчики могут участвовать в создании проектов, депс, смарт-контрактов, токенов и прочих продуктов, основанных на блокчейне V-Chain Tor. Блокчейн V-Chain Tor работает на алгоритме консенсуса Proof of Authority или сокращенно POA. Суть данного алгоритма заключается в том, что валидатор сети, помимо внесения определенных средств на своего рода стейкинг, должен также доказать руководству и сообществу свою авторитетность. То есть подать заявку на становление валидатором может каждый. Но, чтобы вас одобрили, вам необходимо будет пройти ряд проверок. Как минимум, пройти полную процедуру KYC, продемонстрировав запущенную вами на тестовом стенде ноду V-Chain Tor, представить данные о своем оборудовании, на котором вы хотите запускать ноду и так далее. Все эти данные проверит фонд V-Chain, и если все пункты будут удовлетворять требованиям, то вы сможете запустить свою ноду в майнете V-Chain Tor и заниматься подтверждением транзакций. Правда, не единолично, а в паре со смарт-контрактом и в содействии с другими валидаторами, которых на данный момент насчитывается более 100 единиц, как компаний, так и частных лиц. Еще одной особенностью блокчейна V-Chain Tor, которую я хотел бы выделить, является то, что у него имеется более широкий функционал относительно настройки транзакций, что позволяет блокчейну V-Chain Tor предоставлять больше возможностей для бизнеса. В системе V-Chain это называется метатранзакции. Они позволяют отправлять не просто обычные переводы монет с одного кошелька на другой, или отправлять команду на смарт-контракт, а настраивать время транзакции, за которое она должна быть подтверждена или будет удалена. Делегировать оплату транзакции, то есть, чтобы вместо отправителя платил получатель и так далее. Выполнять многозадачные транзакции, группируя платежи или указывая сразу несколько получателей. Отправлять зависимые транзакции, которые не будут исполнены, пока не будет подтверждена другая транзакция, от которой у нее указана зависимость. Такой подход позволяет различным предприятиям более гибко настраивать работу D-App, работающих на блокчейне V-Chain Tor, корректируя их под свои нужды. Экосистема V-Chain является довольно необычной и уникальной в том плане, что в отличие от многих других блокчейн-систем, использующих одну внутреннюю криптовалюту для совершения всех операций, У V-Chain имеется два внутренних утилитарных токена, которые выполняют две разные задачи. Монета VET является в прямом смысле слова криптовалютой, которая используется для передачи и хранения стоимости. Ее можно использовать для торгов на бирже, совершения покупок, оплаты услуг и так далее. Токен VTHO – это исключительно техническая монета, которая используется для оплаты транзакций внутри сети V-Chain Tor. Такое разделение было сделано для того, чтобы блокчейн V-Chain Tor был более привлекателен для использования в серьезном бизнесе. Ведь, как я уже говорил в начале видео, высокая волатильность криптовалют, то есть их частое изменение курса и крайне непостоянная цена, отпугивают многие бизнесы от внедрения их в свою экосистему. И экосистема V-Chain с использованием двух утилитарных монет как раз таки позволяет избегать постоянно меняющейся стоимости обслуживания сети. Ведь токеномика устроена таким образом, что пользователи могут сами генерировать токен VTHO, просто храня определенное время на своем балансе токены VET, а затем использовать полученные VTHO токены для оплаты комиссии сети V-Chain Tor. Таким образом, для большинства пользователей, которые используют блокчейн в разумных масштабах, его использование может быть совершенно бесплатным, ведь токены для оплаты комиссии генерируются на их кошельках. Но в то же время токены VTHO, хоть и не позиционируются как криптовалюта и средства передачи ценности, все равно торгуются на криптовалютных биржах. Это сделано для того, чтобы обеспечить крупным участникам сети возможность использовать большие объемы токенов VTHO и, соответственно, совершать тяжеловесные операции в сети V-Chain Tor. Это может быть актуально, например, для бизнесов, которые только запускают свое приложение в сети V-Chain, и им для этого запуска и тестирования нужно много токенов VTHO. Тогда они смогут запросто купить их на нескольких криптобиржах у других пользователей, условных холдеров, которые хранят у себя монеты VED, редко совершают операции с блокчейном V-Chain Tor и, как следствие, имеют на своих балансах избыточное количество токенов VTHO. И, возможно, после описания такой токеномики у прошаренных пользователей криптовалют возник вопрос. Но если токены VTHO генерируются на любых кошельках с балансом монет VED, то не случится ли таким образом переизбытка и, как следствие, сильной инфляции токена VTHO? Но благо разработчики V-Chain позаботились об этом и предусмотрели дефляционный механизм. Его суть заключается в том, что у каждой транзакции, стоимость которой пользователь или смарт-контракт оплачивает токенами VTHO, только 30% остается существовать и передается валидаторам в качестве награды, а остальные же 70% сжигаются, как раз для того, чтобы уменьшить циркуляцию токенов и не допустить их переизбытка. Угрозе двойной траты это также никак не способствует, потому что для становления валидатором нужно предоставить 25 миллионов монет VED, а не токенов VTHO. Если же говорить непосредственно об экономической составляющей монет V-Chain, то ситуация обстоит так. На данный момент из общей эмиссии 86 с лишним миллионов монет VED в циркуляции находится 55,5 миллионов монет. Монета торгуется на многих криптовалютных биржах, в том числе таких гигантах, как Binance, Huobi, KuCoin, BitHub, LATOKEN и многих других. Объем торгов же на момент записи данного видео составляет около 200 миллионов долларов, а цена составляет примерно 0,8 цента. Токен VTHO, как я уже и говорил раньше, тоже торгуется на биржах, однако их количество и ранг заметно меньше, чем у бирж, поддерживающих торговлю монетой VED. Объем торгов составляет примерно 700 тысяч долларов, а цена в районе 5% от цента США. Такая разница в финансовых показателях двух монет от V-Chain наглядно показывает экономическую модель данного проекта, которую я описал ранее. VED – это криптовалюта для обмена ценностью, а VTHO – технический токен для оплаты операций в блокчейне V-Chain Tor. На этом мое видео подходит к концу. Я постарался максимально простым языком описать все технические и экономические преимущества проекта V-Chain. И, надеюсь, у меня это получилось. Я, конечно, не затронул такие важные темы, как D-App, работающая на блокчейне V-Chain Tor, или компании, которые используют продукты от V-Chain в своих бизнесах. Но тогда бы видео вышло уже слишком затянутым. Возможно, об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok